Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы поговорим немножко про личное. Когда я записал последнее видео про свои любимые книги художественные, очень много комментариев было с книгами понятно, а теперь расскажи про видео. Мне очень приятно, честно говоря, что я вам почему-то так интересен, но окей, давайте поговорим про фильмы, давайте поговорим про художественные фильмы, которые мне нравятся. Честно говоря, сейчас я обращаю внимание, читать люди все-таки стали существенно меньше по понятной причине. Очень много времени мы проводим в дороге, очень много времени мы проводим, читая литературу. Мне, например, постоянно приходится читать книги по работе, то есть маркетинг, продажи, построение фирм, бизнес, бизнес-аналитика, дохренища вот этих всех вопросов, потому что, ну, как бы в сорок схвастом лет я занялся другой совершенно профессией, которой не занимался до того. И сейчас читать что-то художественное, то есть я вот весь день там читал статьи по бизнесу, читал книги по бизнесу и сейчас сяду еще в художественную литературу, литературу поверх этого прочту, ну, вот как-то вообще не вставляет. Поэтому, честно скажу, я в последнее время больше смотрю фильмы. Ну, давайте вот, наверное, любимые мои фильмы поделим, наверное, на три направления. Первое – это, скажем так, фильмы, которые я регулярно пересматриваю. Второе – это фильмы, которые, ну, которые меня, в принципе, каким-то причинам в последнее время зашли, художественные, да, и третье – это сериалы. Потому что сериалы все-таки немножко с обняком, и сериалы сейчас в последнее время, скажем, заменяют серьезные фильмы, потому что, как оказалось, формат сериала гораздо лучше подходит для серьезных фильмов. Оказалось, что формат художественного фильма гораздо больше подходит для какой-то развлекухи и веселухи. Странно, раньше вообще, как мы помним, было наоборот. Ну, ладно, поехали, короче, по художественным фильмам. Наверное же, первым фильмом, который я назову, и это, наверное, ни для кого не удивление будет, из тех фильмов, которые на меня больше всего повлияли, это был фильм «Гросота по-американски». Ну, ее многие очень любят. Я ее пересматриваю в среднем раз в год, и, надо сказать, это действительно очень глубокий фильм, вот реально очень глубокий фильм, который при каждом просмотре заново я нахожу очень много аспектов, которые до того мне были незаметны, и которые заставляют задуматься о чем-то еще, то, о чем я не обдумывал до этого. Я вам скажу, что если вы давно не смотрели этот фильм, то, что вы его вообще не смотрели, я, честно говоря, такой не верю, если не смотрели, ну, пожалуйста, исправьте это, это позорище. Это, наверное, один из лучших фильмов, который сняли за вообще все время, и я крайне рекомендую его периодически пересматривать, он очень глубоко хороший. Вот. Из еще глубоких фильмов, которые на меня сильно повлияли, я, наверное, назову «Догвиль». Очень, с моей любимой Николь Китман, надо сказать, что «Догвиль» я не мог не столько раз пересматривать, но, и он достаточно тяжеловат для повторного просмотра, да он еще и здоровенный, там, 20 с хреном часа, насколько я помню, вот, но все равно там 3-4 раза просмотренный, очень глубокий фильм, очень серьезный, если вы его ни разу не смотрели, очень советую посмотреть, может быть, он немножко камерный, может быть, он тяжеловато взойдет сначала, но я советую все-таки немножко там первые 15 минут потерпеть. Если дальше пойдет, то оно ваше, я думаю, что очень сильно подействует. Хороший. Из сильных фильмов также почему-то очень меня сильно зацепил «Облачный атлас» из последних. Хорош, хорош. Я раза три или четыре смотрел, и, надо сказать, буду еще пересматривать. Там есть несколько аспектов, которые я все никак не могу цепить. Знаете, у меня еще ощущение, что там есть что-то, какой-то еще дополнительный слой, которого я никак не могу поймать. Не знаю. Интересный фильм, правда, очень интересный, если вы не смотрели, категорически советую посмотреть. Вот. Ну, также, если уже зашли в «Обачовских», то, наверное, вспомнить «Матрицу». «Матрицы» я тоже регулярно пересматриваю. Как ни странно, достаточно глубокий фильм и задевает некоторые струны, которые, в общем-то, даже непонятно, почему они задевают. Казалось бы, фильм простой, как тапочек. Ну, очень простой. Идея сама насосана из пальца. Ну, я не знаю, почему-то очень задевает разные нити души. Вот. Если бы я снимал это видео несколько лет назад, я бы, конечно, вторым пунктом, сразу же после красоты по-американски, назвал «Бойцовский клуб». Сейчас я его не называю, потому что, как ни странно, после, там, трех-четырех просмотров, я увидел, что фильм мне не дает уже ничего нового. Я увидел, что он достаточно... То есть, я стукнулся в дно и дальше, там, глубже уже ничего нет. Это стало как-то для меня неожиданно. То есть, оказалось, что он, в общем-то, ну, такой... Не, ну, то есть, хороший фильм, классный. Я, наверное, даже его еще разок как-нибудь пересмотрю, но вижу, что или я из него вырос, или, может быть, я просто излег из него все то, что режиссер закладывал. Или, может быть, я еще туповат, может, там есть еще слой. Посмотрю как-нибудь. Вот. Теперь по развлекательным фильмам. По развлекательным фильмам художественным, которые я вот в последнее время смотрел, ну, тут в первую очередь скажу про, наверное, марвеловские фильмы, да? Вот из последних мне очень хорошо зашел «Доктор Стрэндж». Он был прекрасен. Я его смотрел в IMAX, и это была фантастика. Абсолютно фантастика. Я смотрел его дважды. Что-то вообще для меня небывалый случай. Потом еще дома на большом телевизоре пересмотрел. Ну, как бы телевизор не то, честно скажу. Он был прекрасен. Война бесконечности, ну, такое. Вот. Не могу сказать, что я фанат Марвела. А, ну да, из Марвела мне очень сильно зашел в Дэдпул. Что первый, что второй. Второй, конечно, гораздо хуже, но все равно был хорош. Просто хороший. Вот. А вот большинство других фильмов, ну, я не знаю, там, «Человек-паук», блин, ну, я так и ни один не смог досмотреть. Вообще не мою. Железный человек. Первого посмотрел, все, больше не могу. Первый был хорош. Вот прям хорош. Вот прям вообще развеселил. Но второй? Третий? Нет, третий. Третий я просто прекратил смотреть через пять минут. Я просто не понял, что дальше делать. Вот. Что там еще? Веселуха? Ну, честно скажу, тут больше, наверное, даже, если что-то попадается, то чаще получается, что я смотрю мультфильм с дочкой или там со старшей дочкой какой-нибудь боевичок или что-то, что-то фэнтезийное. Ну, такого, что прям зацепил, я, наверное, сейчас не назову. Вот. Наверное, в первом пункте я все это уже назвал. Теперь про сериалы. Про сериалы я могу говорить долго достаточно, потому что я не могу сказать, что я прям там фанат сериалов. Совсем не фанат. Я много... Ну, с другой стороны, если у меня вот есть свободное время, да, то у меня вот два любимых развлечения. Как потратить время, когда вот реально ничего делать. Либо я сажусь играть. Если кто не знает, я достаточно долго играл в World of Warcraft и периодически там поигрываю, но уже совсем казуально, просто даже вообще ничем не занимаюсь. Ну, если кто не знает, у меня и блог был достаточно популярным, но в первой пятерке русскоязычных по World of Warcraft. Я даже сайт оставил, FamilyWovInfo. Если хотите, зайдите, посмотрите, что я там писал. Вот. Ну, поигрываю периодически в WoW. Ну, вообще, я, в принципе, фанат Blizzard и многие игры именно их выпуска играют, как Warcraft, Starcraft, как и, в общем-то, Heroes of the Storm и так далее. Вот. Ну, такое. Так вот, либо я занимаюсь просмотром сериалов. Ну, я скажу, что сериалы это классная штуковина и вполне себе хороша. Из последнее время понравившихся сериалов, сейчас назову несколько названий. А, ну, начну по древности, да. С древности тот сериал, который мне больше всего вот запомнился, который я даже несколько раз пересматривал, ну, первые несколько сезонов, это 4400. Вот, я не знаю, там такая шикарная совершенно стартовая тема, вот та, которая, значит, играет на заставке. Я не знаю, она просто прекрасна. Я потом дам ссылочку там внизу на эту самую, на тему музыкальную из 4400 или в комментариях кинуй, если забуду. Вот. Она прекрасна. Если не смотрели, посмотрите первый сезон. Он, конечно, старенький немножко сериалчик, но хороший. Вот. Что там еще? Доктор Кто? Ну, такое. Там у меня зашел вот первый, который вот первый после рестарта сезон, как ни странно. Он мне понравился своим китчем. Ну, так что прям фанатам я не могу сказать. Ну, такое пересмотрел некоторое время. Вот. Дальше. Из тех, что именно сильно мне понравились. Сильно мне понравился... Восьмое чувство сильно понравился. Вот я вот целиком посмотрел с огромным удовольствием. Он был хорош. Просто вот прям, прям очень хорош. Я причем даже не могу сказать, чем. Мы, наверное, братьями... Братьями и сестрами Вачовскими. Ну, он хорош. Достаточно глубокий, интересный, с хорошими не картонными персонажами, когда у тебя восемь главных героев и в каждой личности, причем такая личность, которой веришь. Причем большая часть из них очень симпатичная именно как личности. Причем все очень разные. Все со своими тараканами и при этом какие-то все очень позитивные. Ну, клево-клево. Да, я вам больше скажу. Я после этого, после Восьмого чувства вообще как-то совсем по-другому и к ЛГБТ проблемам стал относиться, и к проблемам африканских стран и так далее. То есть, настолько передано живо и близко к себе, что стоит посмотреть. Ну, это Восьмое чувство, да. Вот. Из зацепивших сериалов, наверное, назову еще Легион. Ну, правда, только первый сезон. Второй сезон что-то какой-то трэш. Ну, это опять-таки марвеловская вселенная, но совсем не марвеловская. Совершенно феерически волшебная съемка. Абсолютно крышесносящий сериал. То есть, ну, я не знаю, он прекрасен. Я, я, я не знаю. Я писал кибетком, пока его смотрел. Вот первый сезон. Во втором сезоне что-то они сделали. Резко начали с полного маразма, и я такой, черт. Не знаю. Если там дальше лучше, напишите в комментариях. Может, стоит посмотреть второй сезон. Это было некрасиво. С их стороны так и сгодит любый материал. Вот. Теперь по тому, что не зашло. Шерлок мне не очень зашел. Как ни странно, знаете, вот мне больше гораздо зашел элементарно с Джонни Лемиллером. Кстати, из числа фильмов, которые мне хорошо засыпили, которые я периодически просматриваю, я назову очень древних хакеров. Фильм абсолютно детский. Абсолютно детский. Там чуть не первая роль Джонни Лемиллера и Анжелина Джоли. Вот. Абсолютно дурацкий детский фильм, но на него просто постоянно хочется ссылаться. Он какой-то, я не знаю, настолько позитивный, настолько правильный, что я настолько хорош был для своего времени, что, я не знаю, у меня какие-то такие просто очень приятные воспоминания. Туда же, кстати, в копилку и к хакерам я бы отнес еще Уэйнс Волт. Я не знаю, мы в детстве так ржали. Мы сами были точно такими же рок-н-рольщиками и главные герои нас... Ну, мы подражали даже в походке. Если не смотрели, посмотрите как-нибудь. Хотя сейчас он смотрится достаточно тупо. Я попытался старшей дочке показать, она не досмотрела даже до середины, сказала, я не понимаю, как это вообще можно смотреть. Окей. Жизнь меняется, люди не понимают, почему нам тогда это было прикольно. Но было, честно, клянусь. Дальше, по сериалам. Так вот, Камбергач мне очень нравится как актер. Вот очень нравится. В Докторе Стрэнджи он был прекрасен. И в Шерлоке он прекрасен. Но Шерлок мне сам по себе как-то не зашел. Уже очень много китча. Я не люблю, когда такое количество китча. Тем более, я большой поклонник Кэнон Дойля. Я много перечитал из того, что он написал. Практически все. И я понимаю, что они как-то уже очень жестоко обошлись с атмосферой. В Элементарной, кстати, атмосферы гораздо ближе к оригиналу. И Джонни Ли Миллер, как ни странно, несмотря на то, что как актер он мне нравится меньше, чем Камбербэтч, он мне кажется гораздо более похожим на Холмса. Вот. Камбербэтч слишком ужелощенный. Холмс все-таки, если кто читал, был такой очень странный человек. Вот. Да. Что там еще из сериала? Вообще, извините, не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Вот вообще не смотрел. Почему? Потому что я почитал одну книгу первую. Читаю ее быстро, в принципе, книгу в день. Я прочитал первую книгу, и я сказал, да ну нахер. Ну серьезно. Я даже ее не дочитал, по-моему. После того, как умер третий, четвертый, пятый, шестой главный герой, которого я уже успел полюбить, и которого хотел ждать, как он, так сказать, победит всех и добудет принцессу с драконом, а его тут убили. Я такой, чёрт! Нет, смотреть это еще раз, ну разве что нет. Я не хочу это смотреть. Я верю, что сериал прекрасный. Я все верю, но вот что-то не тянет вот от слова вот вообще никак. Да, я знаю, вы скажете, что зря я это делаю, надо посмотреть, но нет, что-то не очень хочется. Так вот. Наверное, на этом надо заканчивать, потому что перечислять фильмы, которые я смотрел, которые как чем-то зашли или не зашли, можно бесконечно. Если интересно, можете накидать вопросы по фильмам, я сниму второе видео, где расскажу по этому, по фильмам. Потому что, ну, отзывов у меня хватает на все фильмы. Много мутюгов могу сказать или наоборот похвалить чем-то. Вот. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки и, надеюсь, вам было интересно. Если что, в общем-то, я весь ваш. Задавайте вопросы. У нас есть ресурс на то, чтобы снимать гораздо больше видео, у нас вопросов не хватает. Так что давайте вопросики, вопросики, мы вам больше видосиков. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик нажимайте. Вот это все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok